Кошка! Кис-кис-кис-кис! Она далеко не услышит. Кто-то долго собирался, и льда практически немало. Я думаю, эти все три дня разных роликов объединить в итоге в один. По словам моей родни, там действительно мужик искал золото-серебро. И оказалось не один, а три. То есть те три, что копошились потом в одном месте, они и были. Впервые вообще такое вижу. Очень надеюсь, что тут нет никаких людей, которые наблюдают, как я это снимаю. По крайней мере на улице. А то прям вот как в том ролике с Саша Лаева. И хочу опять напомнить. В этом районе проходил типа субботник. День, когда я покупала свой велик. Ну, в смысле, забирала свой заказ. Тобишь велик. И вот сейчас я что-то не наблюдаю. Еще раз хочу сказать. Можете проверить мое мнение в комментах. Но субботники должны в современной России проводить те, кто стрет мимо урны. Ну, в смысле, есть люди, которые не мусорят. То бишь я и мне подобное. Есть люди, которые своим долгом считают мимо мусорки что-то кинуть. Я даже, бывает, домой мусор приношу и выкиду уже дома. Ибо, ну, не увиделось мне помыть. Правда, мой уже, наверное, очень бывший, ну, не сказать, что очень бывший, но бывший, типа, друг, приятель или кто он там вообще. Товарищ, короче, Дима, сычек, погоняла из-за фамилии. Считал, что если, допустим, бросить яблоко, огрызок или банановую скорку, то это не считается мусором, типа, это перерабатываемый мусор. Но мне кажется, это все-таки кидать надо как-то. Мне стремно это кидать. Как-то незаметно. И так вот тут под кустик какой-нибудь. Потому что, смотрите, допустим, чистый такой асфальт, или чистая такая дорожка, а тут раз и огрызок валяется. Ну, или съедать с огрызком вместе. У моей маман был одноклассник. У него, когда он вышел, женился, у него там были какие-то дети. И с одним из его детей я училась. Наверное, вплоть, наверное, до седьмого класса в одном классе. И он, помню, хавал яблоки с огрызком вместе. Потому что как-то мы... Она, ее приятель, попутно бывший бойфренд. Я и этот, мой типа одноклассник, его сын, берлися с первого класса со школы. И как раз что-то он хамячил яблоко и проповедовали они на тему огрызков. Люди шастают. Надеюсь, их не смущает, что тут кто-то ходит с камерой. Ибо меня как бы не смущает, что они шастают там. Такая ситуация. Допустим, есть человек, которого я уважала. Которую я уважала, считала идеальным существом. Потом, однажды узнала, что она, возможно, вышла замуж. Возможно, просто стала матью-одиночкой. У нее есть ребенок. И она внезапно относится ко мне, мягко говоря, предвзято. То ли потому, что я занимаюсь переводами манги, то ли потому, что я веду видеоблог. То ли потому, что я когда-то писала стихи, то ли еще по какой-то причине. Что меня удивило, и мы внезапно с этим человеком, девушкой, встретились в одном магазине. Допустим, человек мнит себя, я такой крутой, зарабатываю кучу денег, а ты ни хрена не зарабатываешь кучу денег. Но встретились в магазине, где покупают, ну, не те, кто зарабатывает кучу денег, и не те, кто понтуется своей жизнью. Если учесть, что она, скорее всего, мать-одиночка, то я даже не понимаю, в чем прикол ее понтования. В общем, разочарование такое. А с человеком мы, как бы, познакомились вообще. Я не уверена, что мы учились в одной школе, но вот на дополнительном образовании мы были в одном классе. Такие дела в вашей жизни, товарищи и зрители, бывают подобные ситуации? Вообще, я хотела тут тупо погулять. В ряду я, конечно, что-то найду, но смотри, какое отражение. Ну, в том плане, что-то такое найду ценное. Удочки или чё это? Вообще, у меня в запасе где-то целый час. Потом я пойду цистить компьютер. Не мой. В ходу дела две боржи. Или шо это? Или кто это? Где маунтинг, кто топил? Я жалко, что у этой камеры только на одну руку. На цепляшку. Приходится другой рукой доставать сокливчик из кармана той руки, которая сейчас держит камеру. Смотрите, колесо. Мне интересно, вот когда спускаются колеса в машины, их можно так же накачать, как у велика? Или как? Опять же, кто знает, вякните в комменты, когда этот ролик таки дойдёт через монтаж на канал. Я, может, потом без камеры просто ближе посмотрю, что тут. Ой, ракушки, как я любила раньше такие ракушки. Кстати, именно вот в этом месте, ну, в смысле, на реке, на этой, в этом районе я когда-то в детстве вместе с сестрой поймала пару мидий. Они у меня держали в кружке в той квартире. В кружке я уже не знаю, по какой причине. В общем, короче, она хоть и переехала в эту квартиру, но она как-то уже не живая. Я помню, мне так жалко было варить эти устрицы, убивать их, что я их впустила в унитаз. Я решила, что всё равно вода куда-то попадает. Надо было взять с собой влажные салфетки, чтобы, если что, потом вытереть лапки. Я пока отрыгнусь. Солнце. Ну, не видно. Наверное. Короче, смотрите, что-то тут бесполезно. Не в моих очках. К тому же тут ранее такое место было шевряться, кто скупался. Это на случай, если вдруг удачливая Люля что-то интересное нашла. Но обычно Люля ничего такого не находит. Зато мне тупо нравится, как тут небо отражается. И вот, если вы здесь идти, то такая довольно мягкая земля. Ну, это не земля, конечно. Даже трудно назвать это почвой. Я даже не знаю, как тут пройти к этому снегу, чтобы подойти. Вот опять та же самая гудка ракушек. Хоть вблизи посмотрю через камеру, потому что так вот наклоняешься и все равно не особо четко видно. Не так, как на мониторе. Вы любите ракушки? Так. Эта вот ракушка напоминает мне макаронину. Возможно, тремор легкий. Казалось бы, что легче. У меня по сбору перерабатываемого мусора уже лет пять как есть в углище. Ну, в смысле, все эти бочонки для сбора чего-то подобного. Неужели вот трудно было взять и выкинуть, когда попить их? Ну, сейчас, конечно, кто-нибудь, ну, не сейчас, конечно, а когда-то на канале был, кто-нибудь в каментах. Заводят, возьми пакетик и типа собери и выкини. Тот, кто подобное, как там я писал в каментах, ну, подобные люди, организуйте сбор мусора в своем городе, покажите на деле то, что вы говорите в каментах. Даже не знаю, если давайте тут идти. Конечно, тут можно усыпить и оно уже точно не провалится, но как-то тут смотрится стремновато. Простив зрителя, если твой взгляд упадет, точнее камера своим взглядом упадет на что-то грязное. Запашок тут как в прогнившем деревянном доме, в котором давно никто не живет. И он почти на снос. Вообще, вот здесь обычно шла вода, типа ручей. Когда мелкая была, так было. Ну, и, наверное, до этого года тоже так было. Просто тут как-то не ошивалась. Все. 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 Которые в что там какая-то типа вода. Не типа, а даже вода. Ручеек такой еще живой. Да, и я тут в своих кедах точно не пройду. Я что-то даже как-то не рискую. Конечно, можно как-то там обойти. Все хочу, как приехала. Или на велике, или так прогуляться по той стороне. Как бы деревня, и между ней такой проход. Как-то мы с Дашкой проходили там, но не до конца. И здесь, наверное, можно где-то выйти. Так что не судьба нам подойти близко на тот берег и к этому снегу оставшемуся. Можно просто приблизить его. Моя тень. Тогда пойдем к другой стороне. Он так в глаза ни хрена не видно. Без приближения. Почти подошла к воде. Моя тень. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Уши есть-то я Поздравляю вас Интересно, камера не выведет этих мужиков горбанящих. Может быть, их придется по полосу вырезать. Нет, наверное, это другая, потому что она более узкая. Скорее всего, это фигня. Остатки того, что я думаю. Я хлопал. Интересно, что там за домик? Вот он берегу. Ой, я его узаляю. Моя лапа дрожит слегка и оно все пройдет. Хотя, по идее, они дрожат, но не могу попасть вовремя. Ну, точно на нее. Потеряла. Ладно, хрен с ним. Комар, свали отсюда. Не, может даже успею дойти до дома. Убрать камеру и одеть ушки, а то уже к вечеру будет холодно. Моя лапа дрожит. Моя лапа дрожит. Моя лапа дрожит. Что это тут? О, это сигнал. Моя лапа дрожит. Можно будет еще как-нибудь сюда вылезти с камерой днем, наверное, когда все же теплее и, возможно, меньше народу будет по верху. Вот что-то такое, очередной мусор. У меня тут комар такой летает, все хочется его заснять, а он прилетает, когда все приближено. Ну, кошечка все там сидит. У меня во дворе, куда мои окна не выходят, похожая кошечка есть, возможно, это она. Я подозреваю, что ее кто-то выкинул, ну, типа завела, потом выкинул, потому что как-то слышала, как одна мадам, такая почтенная волка, ругалась, что ее в подъезд стабильно пускают, она вот там подъезда сидит. Я думаю, если бы ее спинализировала в том подъезде, ее однажды оттуда не выкинули, то она бы и не сидела у этого подъезда, сидела бы у другого. И вообще, у меня было ощущение, что это та самая мадам и ей бывшая хозяйка этой кошки. Ну, похоже, делаю еще один цепок. Интересно они братья? А вон вода есть. И тут, вроде как, немножко. Да, по ходу дела, вторую часть надо оставить. Этот, по ходу, здесь. Ой, я давно не ходила. Вот так вот. Ну, в смысле, вон там вообще. Здесь можно теперь, благодаря отмере такой, или как там ее звать, пройти, такой полукружек сделать. Завтра днем стараюсь здесь прогуляться. Ну и посему, наверное, пока. Прощаемся с вами, зритель.